РОССИЯ НУЖДАЕТСЯ В ТРУДОВЫХ МИГРАНТАХ В ТАДЖИКИСТАНЕ НЕТ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ В ближайшем будущем Россия столкнется с катастрофической нехваткой рабочих сил. Об этом сообщают эксперты из Центра стратегических разработок ЦСР. Приток иностранных работников в Россию будет снижаться, утверждают эксперты ЦСР. Для привлечения трудовых кадров нужны новые меры миграционной политики, рабочие визы, лотереи грин-карт и контракты для интеграции мигрантов. Российский рынок труда теряет привлекательность для мигрантов, а без них восполнить сокращение трудоспособного населения страны не получится, утверждают эксперты ЦСР в докладе «Миграционная политика. Диагностика. Вызовы. Предложения». В условиях сокращения трудоспособного населения общая убыль до 2030 года составит от 11 миллионов до 13 миллионов человек. Российский рынок труда не сможет обойтись без иностранной трудовой миграции, отмечают эксперты. «Особенно 2017 год нам показал, что без миграции население России поддерживаться на низменном уровне не может», сообщил ведущий научный сотрудник Института демографии Высшей школы экономики и один из авторов доклада Никита Микртычан. «Сокращение населения России в возрасте 20-64 лет продлится до конца 2020-х годов», отметил он. «У нас еще только началось сокращение реального населения в трудоспособном возрасте, и самый большой убыток только предстоит. Если естественная убыль населения уйдет за значение 200-300 тысяч человек, то нынешнего миграционного прироста для ее компенсации попросту не хватит», указал эксперт. «Внутренняя мобильность не может компенсировать дефицит работников на рынке труда. Резервов для роста внутренней миграции нет», подчеркивает Микртычан. «Российская периферия стремительно пустеет. За пределами крупных городов население в результате миграции сокращается на полмиллиона человек в год. Только небольшая международная миграция, 250-300 тысяч человек в год, поддерживает всех. При сохранении текущих экономических условий для основных доноров трудовой миграции в Россию, страны СНГ, привлекательность российского рынка труда будет снижаться, а сокращение притока иностранных работников, начавшееся в 2015 году, продолжится. Численность работников из Узбекистана и Таджикистана уменьшилась в 2015-2016 годах в пределах 15% в сравнении с показателями 2014 года. Из-за кризиса, санкций, падения курса рубля и без того небольшое число квалифицированных мигрантов резко сократилось. Если в 2014 году 158,6 тысяч специалистов оформили разрешение на работу в России, то в 2015 году их стало 22,1 тысяч, в 2016 – 14,2 тысяч человек. Напомним, что в последние годы российские власти существенно ужесточили миграционное законодательство и ввели практику в фабрикации уголовных дел по обвинению в терроризме в отношении мигрантов из Центральной Азии, пытаясь тем самым укрепить власть режима и нейтрализовать оппозиционные настроения в стране. В тюрьмах Таджикистана нет ни одного политзаключенного. Все заключенные осуждены за совершение ими преступления. Никто не наказан за политическую деятельность, считает министр юстиции страны Рустами Шохмурот. Об этом он заявил на пресс-конференции. Он также отметил, что в законодательстве Таджикистана отсутствует термин «политзаключенный». Наблюдатель отмечает, что несмотря на отсутствие данного термина в законодательстве РТ, в тюрьмах режима находятся тысячи осужденных за инакомыслие и тенденция привлечения к уголовной ответственности по политическим мотивам за последние десятилетия сильно усилилась. Напомним, что начиная с 2015 года в Таджикистане произошел резкий скачок преследований по религиозным мотивам. На сегодняшний день правозащитные организации приводят разные цифры о количестве политзаключенных в Таджикистане, от нескольких десятков до сотен. Однако, по мнению наблюдателей, данные списки являются далеко не полными, ведь в них в основном учитываются члены ПИФД и активисты группы 24, в то время как статистику по количеству осужденных, по религиозным мотивам проповедников, имамхатыбов и простых жителей страны никто не ведет. Причем преследование в отношении религиозных активистов в основном осуществляется по статьям 179 – терроризм, 189 – возбуждение национальной расовой, местнической и религиозной вражды, 307 – публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан, 307 – публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, 401 – наемничество Уголовного кодекса Республики Таджикистан, УКРТ. Следует отметить, что кроме этого в Таджикистане продолжается практика коллективной ответственности, когда репрессивные меры со стороны режима применяются к родственникам лиц, ставшим неугодным властям по своим политическим убеждениям. Продолжение следует...